И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик посвящен нашим любимейшим особым миссиям. Немножечко еще челленджу. Сегодня будет и разговорный видос, и откроем дополнительно утлеконтрейнеры, которые у меня остались, получается, с последнего ивента. Я его полноценно прошел, поэтому посмотрим, что нам с него дропнет. Я буду надеяться на то, что что-то будет годное, сразу же забираю. Но мы сейчас изначально отправляемся в каточку, сыграем один боёчек, и только потом мы уже перейдем полноценно к открытию данных замечательных ультраконтейнеров. Сегодня я бы хотел немножко больше поговорить по поводу челленджа. Всё-таки для меня он, по сути, уже, наверное, закончился. Сегодня у нас 12 число, у меня 3300 звезд. Поэтому, как я и обещал, то, что изначально, когда у нас изменилась вся схема с челленджами, у нас вышел видеоролик, в котором я был не согласен с тем, что у нас всё поменялось. Сейчас у нас, по сути, уже, как бы, конец первого обновлённого челленджа. Я сказал, что когда он будет у меня заканчиваться, я запишу видос, в котором уже расскажу, что я думаю по этому поводу, понравилось мне, не понравилось, и в чём, как бы, прикол весь, весь, всего этого изменённого замечательного челленджа. Если сказать вам в общем и целом, то, по сути, наверное, для меня особо сильно ничего не поменялось. То есть, если я изначально думал, что это будет хуже, то, что я не смогу, например, в один какой-то прекрасный день взять и жёстко позадротить и всё выполнить, так это и есть. Данный челлендж не выполняется быстро за короткий промежуток времени. То есть, если у вас, условно, челлендж у нас длится 15 дней, и у вас есть, условно, например, 2 дня, то за 2 дня набить вам этот челлендж будет крайне-крайне сложно. Но, если вы ежедневно играете, либо не ежедневно, а, там, через день, даже, условно, в танке, и выполняете все заданки, выполняете всякие миссии, то для вас челлендж, можно так сказать, облегчился. Что выиграли с этим разработчики? Что выиграли игроки? То есть, игроки выиграли, те, которые заходят в игру ежедневно, они теперь намного меньше могут уделять времени игре. То есть, если раньше им, чтобы набить, например, челлендж, условно, нужно было потратить, там, может, там, где-то 6, 5-6 дней, да, по 2-3 часика в день поиграть и набить этот челлендж 1000-звездный, то есть, сейчас они могут потратить по, грубо говоря, там, 20-30 минут, так же само полноценно, там, где-то, ну, наверное, не знаю, как там он проходится, 8-9-10 дней, да, и так же само его пройти. То есть, по сути, меньше тратите время каждый день, но, как бы, челлендж там проходит. По сути, как бы, что так, что так, для них особо ситуация сильно не изменилась, только изменилась для тех ребят, которые, например, выполняли только заданки и больше ничего не делали. Сейчас полноценно челлендж можно пройти исключительно на заданиях, на ежедневных, на еженедельных. Плюс, когда вы выполняете заданки, у вас при любом раскладе, когда появляются дополнительные ивенты, вы выполняете какие-то дополнительные еще заданки. Соответственно, вы получаете дополнительные звезды, И для вас это проще Разработчики в ходе всего этого движения, конечно же, выиграли то, что, по сути, игроков стало заходить, как по мне, больше, да То есть, они выигрывают онлайн, плюс они выигрывают дополнительный донат В связи с тем, что игроки, те, которые, например, раньше просто выполняли задание и у них не получалось набивать полноценный челлендж Сейчас они его смогут пройти, то есть, у них как бы хватит на это времени А если они проходят челлендж, соответственно, уже у какого-то процента игроков появляется дополнительное желание в донатить в игру, купить боевой пропуск То есть, это байт, прямой, прямой, просто прямой байт на донат Ну и плюс, можно так сказать, какой-то байт на онлайн игроков, дабы те ребята, которые, например, просто выполняют заданки, они как бы уже, может быть, чуть-чуть одушевились, да И, как бы, все равно я склонен к тому, что, ну, я не знаю, типа, мне особо, как бы, не зашла эта тема, да Я, конечно, не могу так прям категорически и крайне негативно к этому отнестись, да И говорить, что это прям вообще полнейшая лажа, да То есть, изначально я был, возможно, немножко неправ в связи с тем, что я думал, что там будет давать довольно маленькое количество звезд, да То есть, условно, я там думал, что за день можно будет набить заданок не 150, да, а набить там, ну, каких-нибудь, я не знаю, там, 50, да То есть, как бы, цифры хорошие и, по сути, как бы, ну, при любом раскладе все равно с этими недельными заданками ты можешь даже все выполнить А еще можно, как бы, использовать дополнительные лайфхаки, например, у тебя заканчиваются недельные заданки, да То есть, плюс сейчас, как бы, их там еще тоже сократили, то есть, ты их можешь не забирать, а когда начинается, например, новый челлендж Просто забираешь их, получаешь дополнительные звезды, и если у тебя, там, не будет времени выполнять заданки, да, и играть в игру, то есть, у тебя уже какой-то большой процент данных звезд будет накоплен И ты за это, как бы, получишь дополнительные награды Ну и также, для тех ребят, которые, например, даже если и не покупают боевые пропуски и выполняют только заданки, они, по сути, больше уровней пройдут И, соответственно, больше призов тоже получат, даже без доната в игру Поэтому для кого-то это плюс, для кого-то это минус И я, наверное, в этом плане, когда только-только все это дело появлялось, я был, ну, чересчур, как бы, агрессивен И, возможно, эта агрессия была излишняя Но для профилактики, наверное, в данный период времени это, наверное, норма, да, очень большое количество игроков агрессирует Поэтому моя агрессия была, наверное, такая, ну, минимальная То есть, там ничего такого сверхъестественного не было Я просто реально, ну, как бы, исходя из того, что я видел, что происходит ежедневно, да, и какие обновления раз за разом выходят Как бы я уже и тут ожидал, что выйдет что-то подобное Что это будет какая-то шляпа полнейшая И ничего хорошего для себя Из этого я не ожидал вообще увидеть По итогу получилось, ну, что-то такое средненькое Но я не сказал бы, что это то, на что надо делать акцент в наше время По итогу все равно эти челленджи уже надоели Уже они себя изжили И надо придумывать что-то новое Надо как-то менять Потому что я уже очень много раз говорил на стримах То, что, когда я захожу в матчмейкинг и постоянно играю против не такого большого количества сильных игроков То есть, по сути, у нас в матчмейкинге сейчас довольно большое количество именно таких средних и слабых игроков С которыми, ну, неинтересно играть, да И просто тупо играть в матчмейкинге и чисто бить там, да Это надоедает Надо придумывать какие-то, например, даже большие заданки Которые были у нас раньше, да С опытом, скиллами, если помнит, кто их выполнял, да Вы понимаете, о чем я говорю И я считаю, что в данный период времени надо придумывать что-то подобное Дабы те игроки, которые играют много, либо играют как-то, ну, по скилловичам, например, телефончики, да Чтобы у них был бы тоже какой-то дополнительный интерес И у них было бы желание заходить в эту игру снова и снова Когда ты выпускаешь каждый месяц одно и то же И ничего при этом не меняешь То, понятное дело, что уже, как бы, идет отток игроков И ребята просто выходят из игры Они больше не возвращаются, потому что они не видят вообще ничего здесь интересного Когда раз за разом, месяц за месяцем Все происходит по одной и той же теме И с одними и теми же, как бы, челленджами сталкиваются И там кто-то их выполняет, а кто-то просто забивает болт Потому что это становится очень скучно и неинтересно Поэтому я уже, если уж кто-то смотрит, да, эти замечательные видеоролики Я советую уже задуматься посерьезнее насчет этого И придумать что-то альтернативное Возможно, дополнительно Возможно, заменить, да, то есть челленджи Ну, уже прошло больше года, если я не ошибаюсь С момента выхода всего этого замечательного челлендж потока, да И пора уже что-то придумывать Что-то придумывать Поэтому, ну, челленджи челленджами Но они себя уже, как по мне, давно изжили Ладно, ребят, это, наверное, все, что я хотел сказать Теперь уже полноценно переходим к открытию ультракантов И будем надеяться на то, что мне с них что-нибудь сегодня дропнет Я, конечно, не супер везучий последнее время И мне что-то как-то особо с ультракантов ничего замечательного не падало Но откроем семерочку Я не скажу, что я там сильно потел на эти конты, да Поэтому, если даже Хотел сказать, ничего не дропнет И мыть этот поджога на вид Отличное устройство Если бы у меня даже ничего бы и не дропнуло То я бы как бы особо не расстроился Но мне уже одно устройство из семи ультракантов упало Поэтому это очень даже замечательно Я этого, наверное, даже и не ожидал здесь увидеть Это, походу, последний, да? Ну и да Ну и нормально, в принципе Я даже, честно говоря, и не расстроился С того, что я увидел А целое одно При том, что это устройство на корпус Которое мне пригодится Устройство от поджога на викинг Это, вернее, иммунитет Иммунитет от поджога на викинг Это довольно-таки неплохо Вот такой вот видосик у нас сегодня, друзья, получился Если вам понравилось, то обязательно не забывайте прожимать лайки Не забывайте подписываться на канал Нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики Ну, с вами был Мистер Ванька Всем, друзья, спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока Ну и, конечно же, не забывайте комментировать И писать, что вы вообще думаете по поводу данного замечательного нового челленджа Ну, а может быть, для вас он полный шлем Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok